Пока человек жив, он должен быть востребованным, он должен чувствовать свою нужность. Сергей Шмелев – обычный среднестатистический городской пенсионер, коих в Ставропольской глубинке много. Так могут подумать люди, которые его совсем не знают. Но такие в Буденновске единицы. Здравствуйте! Слово, которое он произносит чаще всего, когда идет по улицам. Почему? Расскажу чуть позже. А пока познакомимся с Сергеем Сергеевичем поближе. Самое дорогое воспоминание и главная гордость из детства для него – память об отце. Это видно по глазам героя нашей передачи. У меня папа прошел всю войну. Он в неполных 17 лет защищал Москву. Он уже был в боевом расчете противотанковых наших войск. Он вернулся 20 лет с фронта. У него была куча медалей и два ордена Красной Звезды. И сейчас, спасибо Министерству обороны, они рассекретили эти наградные листы. И читаешь – гордишься. Отцом, собственно, я им всегда и гордился. Хотя пришлось мне расти без него. Он погиб при исполнении служебных обязанностей, когда мне было 4,5 годика. Может быть, желание быть достойным отца героя, а, возможно, природная жажда знаний толкали юного Сережу к изучению наук, познанию мира. Когда учился в школе, меня не надо было подталкивать, меня сложно было остановить. У меня как типа жажда знаний, что ли, было. И я дошел до всесоюзного уровня. То есть я был победителем края от города, Прикумска тогда. Значит, и в Старопольский край я победил. Ездил в Кишинев. Очень приятные воспоминания. Весна, 73-й год. Очень приветливый народ. Цветут персики, прекрасно пахнут. В общем, у меня чудесные воспоминания о поездке в Кишинев. Значит, было все организовано. Видел академика Кикоина, по учебнику которого я, собственно, изучал физику. Все было хорошо. Но дальше пошла взрослая жизнь. Физика. Наверное, главная страсть Сергея Сергеевича. В квартире, где мы снимали это интервью, учебников физики огромное количество. Это и не мудрено. Сергей Шмелев преподает эту науку. Однако его основная специальность не менее достойная. Можно даже сказать, героическая. Сергей Шмелев – строитель. Но время расставляет все по своим местам. Строительство мне не особенно нравилось. Это как бы не мое. Это интересно. Это ты чувствуешь себя каким-то творцом. Я знаю. Ну, как-то оно не совсем мое. Потом кризис попал. Я в 90-е годы. Значит, я обратил внимание на компьютеры. Значит, ну как? Как говорят, выживает сильнейший. По мне, выживает не самый сильный. Иначе мамоты бегали бы. И не самый умный. Пятикантропы вымерли почему-то. Хотя у них мозги были больше, чем у нашего предка. Выживает, как не вертись, самый адаптируемый. А в конце концов, компьютеры – это тоже математика. Тоже цифры бесконечные. И я стал, значит, компьютерщиком. Галина, к вам вопрос. Вот все говорят обычно, что компьютерщики, они такие достаточно скучные люди. Сергей Сергеевич скучный человек. Нет. Скучно, с ним интересно. Он эрудированный, много знает. С ним интересно общаться. Он как всесторонний развит. На экономическую, на политическую, на литературную тему. Спросите сейчас Пушкина, он тебе Пушкина расскажет. Маяковского, Маяковского. Человек-энциклопедия, так можно назвать? Да, я его так называю. Ходичьей энциклопедии. Я считаю, что ты это не можешь посмотреть. Это ж надо искать. Тут все рядом. Здесь нужно сделать одну оговорку. Многие из вас наверняка подумали, что Сергей Шмелев школьный учитель. Нет. Наберитесь терпения, вы скоро все поймете. Кстати, что касается компьютеров, наш герой не раз побеждал на краевых соревнованиях по компьютерному многоборью среди пенсионеров. До участия в финале Всероссийского чемпионата осталось совсем немного. И Сергей Сергеевич надеется, что уже в следующем году он выйдет в финал киберсоревнований на уровне страны. Но вернемся к физике. А потом у меня стали странные предложения. Мне говорят, помоги там сына подтянуть. Когда мне это директор школы сказал сына подтянуть, я думаю, я зная, что я не педагог вообще-то говоря, думаю, значит, во что-то они видят во мне. И я начал, взял учебники, думаю, почитаю. Ну, а это мне давать учебники, это как кого-то пустить в капусту. Это по какому предмету вы говорите? По физике. Я физикой. Я решил заняться физикой. Потому что физика, математика, они идут рука об руку, физмат. Почему не математика? Ну, она интереснее физика. Она, в ней можно проявить себя, показать, что ты способен. Потому что ее даже выпускники сдают, ну, максимум 4,5 процента добирается до 80 баллов. А до 100 там вообще единицы. Поэтому, значит, она меня увлекла. В принципе, дети говорят, не хотят учиться. Неправда. У меня есть сейчас ученица, шестой класс пошла. Она уже неплохо знает физику. Она знает химию. Она подошла, он таблицу неделя его не успел повесить. Это, которая вот сейчас пойдет в шестой класс. Так что... Физика с седьмого. Физика с седьмого. Химия вообще с восьмого. Она только в шестой. И вот есть и такие дети. Они есть, которым это интересно. Которые... А мне интересно с ними. И все замкнулось. Мне с ними нравится. Потому что они... Дети от того, что они свободны, это хорошо. Я их призываю спорить со мной, возражать мне. Я могу ошибиться, я могу запутаться. Как любой человек. Значит, если мы в книгах уважаемых авторов находим подчас ошибки. И есть такие ученики, к счастью моему. Поэтому мне с ними интересно. Я решил этим заниматься, пока я способен физически. А это я доказываю сдачей экзамена. Вот мы и подошли к главной теме нашей передачи. Сергей Сергеевич уже второй год подряд идет к своей цели. И сдает единый государственный экзамен по физике. В этом году Сергею Сергеевичу удалось написать экзамен на 76 баллов. А уже в следующем он ставит перед собой цель сдать экзамен на 90 баллов. Показывали на каком-то из каналов, значит, мужчину, который постарше меня. И он там то ли на спор, я не помню, то ли почему, то ли решил всем нос утереть, значит, своим детям, внукам и далее. И он сдал. Насколько успешно, не знаю, но сдал. Вот тогда эту идею, я думаю, надо ее осуществить. И мне оно нужно со всех сторон. Себе доказать, людям посмотреть изнутри. Если я решил стать, как я говорю, играющим тренером, значит, идешь и играешь. И вот я два года играю. Ежегодно в экзаменационной кампании принимают участие не только выпускники текущего года, но и выпускники прошлых лет. В текущем году таких выпускников было более 500 человек. Возрастная категория от 20 до 65 лет. Выпускники прошлых лет могут подавать заявление до 1 февраля каждый год и выбирают период. Они могут сдавать экзамены как в досрочный период или в резервные дни основного периода. В Крае ежегодно проходит акция «Сдай ЕГЭ вместе с родителями». Наверное, многие о ней знают. И в ней принимают участие не только родители наших выпускников, но и учителя, которые хотят попробовать свои силы и узнать, что такое единый государственный экзамен. Кроме того, вы видите, что принимают участие органы исполнительной власти, представители аппарата правительства Ставропольского края. Поэтому мы приглашаем к этой акции, когда она будет проходить в следующем учебном году, присоединиться всех пенсионеров, которые, возможно, хотят сравнить тот экзамен, который они сдавали, и тот экзамен, который сейчас сдают их внуки и правнуки. И быть нашими союзниками, и потом им рассказать о том, что ЕГЭ – это не страшно. Это здорово. Попробовать свои знания и подтвердить все, что ты знаешь на экзамене. Наверное, закончить нашу программу стоит обращением к телезрителям старшего поколения – пенсионерам. И не словами автора, а предоставив слово герою передачи, человеку, доказавшему, что пенсия – это очередной и, возможно, самый интересный этап в жизни любого человека. В этой жизни все на взаимности основано. Если мы что-то можем дать людям, и они нам дадут, если ты востребован, значит, это хорошо во всех смыслах этого слова. Чего в этой жизни бояться? Пока мы живы, мы живы. Пока мы находимся здесь и сейчас, мы должны в этой жизни чего-то, к чему-то стремиться, иметься какие-то цены, желательно почти невыполнимые. Это даже и становится во всех красках. Вот я себе поставил почти невыполнимую задачу и объявил на всем, кто меня слушал, что я в следующем году обязательно сдам баллов на 90. Это очень тяжелая задача, но мне есть чем заниматься. Я хочу, чтобы люди были так же, как и я, в своих сферах, каждый в своей, были они востребованы, были мотивированы и стремились в этой жизни сами. Я ни на кого особо не надеюсь. Но я так устроен, во всяком случае. Всем главное – здоровье. Остальное приложится. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok